Недавно мы, брат Султан, приглашали нас в МГИМО, там лекцию проводили на тему, как вообще верующие понимания Бога, создателя с точки зрения религии и ислам. И с точки зрения разума, и с точки зрения канонического текста. Альхамдуллах, тоже там братья, там машал и сестры такие были, которые, я думаю, мы получили все от этого пользу. Сегодня мы у вас в гостях, альхамдуллах. Также мы вас к себе в гости приглашаем в мечеть на Поклонной горе, здесь рядом, альхамдуллах. Поэтому благодарим, во-первых, я благодарю Всевышнему Аллаху, что мы встречаемся на таких мероприятиях, которым доволен Всевышний. То есть мы могли бы сейчас оказаться в каком-то другом месте, где есть гнев Всевышнего Аллаха. Мы именно собрались, братья и сестры, там, где доволен Всевышний Аллах, именно на том мероприятии, где упоминается Всевышний. И сейчас, пока мы ходили, альхамдуллах, по коридорам вашего университета, я тоже вспомнил учебу, когда учился в Саудии, потом в Бахраине, в Катаре. Альхамдуллах, некое такое напоминание, альхамдуллах, тоже соскучился. Вот всегда, когда знания требуешь, бывает такое, когда ты не можешь насыститься знаниями. Поэтому один раз, когда в Саудии учились, с одним шейхом мы встречались, один из великих ученых, Бен Джибрин, может слышали, Мухаммед Бен Джибрин. Он не учился, не закончил ни университет, не закончил ни какую-то там школу. Он учился у ученых, у шейхов и так далее. Такой очень мудрый человек был, когда ходили мы к нему на уроки. И вообще, Мухаммед, говорю, как так? Говорю, вы помимо тех знаний, которые имеете, еще у вас такая мудрость. Он говорит, самый лучший университет, это Альхая, это твоя жизнь, твой опыт, который ты набираешь, альхамдуллах. Поэтому мы здесь, альхамдуллах, набираемся тоже от вас опытом, альхамдуллах, друг от друга берем некие такие навыки. Альхамдуллах, и в дарвате, и в призыве, и в гылке, и в ахляке, иншаллах. Дай, Аллаху Субхану, чтобы была из этого польза. Мне сказали братья то, что хотели мы услышать тему по поводу лицемерия, скрытой, явной. Лицемерия, вообще у меня есть такая проповедь, но она очень длинная. Я подумал, что если бы мы ее начали, то нам бы не хватило бы этого времени, чтобы ее полностью закончить. И также можно бы ее упомянуть вкратце, но мы не получим все вот это, то, что бы хотелось об этом знать. Но, однако, мы оставили тоже так для этого времени, чтобы только взять, так скажем, заголовок этой темы, иншаллах, но чтобы шарах, чтобы дать некую такую лекцию по этой теме, нужно было бы побольше времени. Как бы мы тоже насчет этого соберемся? Но в конце мы упомянем эту тему, иншаллах. И, опять же, это лицемерие, когда написали явные, скрытые. Есть лицемерие, делится на две части, не на явные, на скрытые, а на иعتикады и амали. Лицемерие, которое человек лицемерит своим сердцем. И второй вид лицемерия – это амали, когда человек лицемерит своими действиями, своими делами. Мы об этом тоже в конце расскажем. Сегодня у нас другая тема, о которой мы хотелось поговорить, и очень актуальна на сегодняшний день. Это аль-ифрат ват-тафрит. Аль-ифрат ват-тафрит – это бывает, когда человек невнимательен в своей религии, или другая же, как бы, так скажем, другая крайность, когда человек переусердствует некое такое превышение, делает в религии. То есть, например, мы видим человека, который не молится, не постится, там такой плохой образ жизни ведет. То есть, Всевышний вообще не вспоминает. Субханалу – это одна крайность. У него вот эта вот жизнь, вот эта хаять от дуня, в которой он живет. То есть, полностью он как бы, как будто поклоняется этой жизни. И уже погубил себя в харамном. Даже вот я, будучи имамом, часто мы видим таких, как бы, людей, молодых людей, которые себе говорят, я мусульманин. Но, однако, Субханалу – просто от ислама у него что? Его только имя в паспорте может быть. Он далек от ислама, Субханалу. Другая же крайность людей, которые чуть ли не монахи в исламе. А пророк Мухаммад, саллаху алейхи и салям, сказал, ля рахдани, это фил ислам, в исламе нету монашества. Поэтому, как вот некий вот этот вот аттавазин, найти вот эту золотую середину в исламе, вот об этом я хотел бы, иншаллах, поговорить. И я думаю, в этом будет, иншаллах, польза. Собрал эти из аятов, из хадисов пророка Мухаммада, саллаху алейхи и салям, и также из высказанных ученых, чтобы у нас было такое правильное понимание в религии ислам. Потому что, например, человек смотрит на ислам, как он думает, если человек в мечети сидит, одевает на себя какую-то там чапан, чалму и так далее, вот это есть ислам, вот это вот мусульманин. А значит, у человека некие такие мысли уже рождаются, значит, ему там нельзя заниматься бизнесом, ему там, значит, нельзя учиться в университете, он неким таким вот, знаете, дервишем, таким должен быть, как-то отшельником. То есть, это одна крайность. Другая крайность, когда человек говорит, я по-своему верю в Бога, я по-своему верю во Всевышнего, это мне достаточно, там, хочу молюсь, хочу не молюсь, там, как бы, хочу там, харамные вещи делаю, хочу там, совершаю прелюбодействие, хочу там, распиваю алкоголь и так далее, принимаю какие-то запретные вещества. Я свободный человек. И вот некое вот это, чтобы дисбаланс, вот этот вот, правильный середину нам найти, опираясь на аяты Всевышнего Аллаха и на хадисы пророка Мухаммада, саллаху алейкум, хотел бы затронуть эту тему. Ученые говорят. Ученые говорят единогласно, то, что некое нарушение в балансе между мирским и вечным, нарушение некое такое, то есть, если человек в одну крайность впадает, или в другую крайность впадает. Это является одной из причин для мусульман, в том, что мешает им росту, дабы достичь тех целей, которые они для себя установили. То есть, например, у каждого у нас есть цели. Как пророк Мухаммад, саллаху алейкум, сказал, алейкум белькаст, алейкум белькаст. У каждого из вас должна быть цель в жизни. У каждого должна быть цель. То есть, мусульмане не могут быть без цели, жить же без цели. И посланник Аллаха, саллаху алейкум, добавил, сказал, что поистине Всевышнему Аллаху не надоест ваши попытки, дабы добиться той или иной цели, пока это вам самим не надоест. То есть, например, человек что-то попробовал, не получилось, потом второй все бросил, другую тему перепрыгнул и так далее. Ему что-то надоело самому. Вот в этот момент Аллах, субхану а та аля, оставляет его без поддержки. То есть, человек пробует, пытается, старается, дабы добиться, достичь своей цели, тогда Всевышний Аллах, субхану а та аля, помогает, облегчает потом добиться цели этому рабу, своему рабу. Поэтому, например, вы учите на экономическом факультете, у вас есть цель. Почему вы именно поступили на экономический факультет? Почему вы там не на юридический поступили? Или там кто-то поступил, например, скажем, на другой факультет, медицинский. У него есть цель, он хочет закончить университет, получить диплом, потом поступить на хорошую должность. То есть, без цели невозможно, как бы, в этой жизни жить. И это противоречит сунне пророка Мухаммада, саллаху алейкум салям. Поэтому ученые говорят, ученые ислама говорят, что если у человека нарушается вот этот баланс между мирским и вечным, это одна из причин того, что он не достигает той цели, которую он себе поставил в жизни. И у многих людей, у многих мусульман, понимание между вечности, ахиратом и между этой дунией, это понимание, оно неправильное, оно ошибочное. И если любой дефект, если будет в этом понимании, то человека может, мусульманина, верующая, привести в итоге к большим-большим ошибкам, которые он получит, увидев в этой жизни. То есть, если у человека будет дефект в этом понимании, и он будет двигаться по неправильному направлению, то в итоге он попадет в такую яму, откуда потом уже тяжело будет выйти. И также, помимо этого, что он не достигнет своей цели в этой жизни, которую он себе поставил, помимо этого, он отдалится от того, что от нас Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля хочет. То есть, что от нас Аллах Субхану Ва Тааля, что хочет, чтобы мы как рабы Всевышнего Аллаха Субхану Ва Тааля делали в этой жизни. То есть, если у нас нарушится дисбаланс в понимании этого, то тогда мы отдалимся от того, что требует от нас Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля. Слышали такой Ибн Касир, Муфассир, Тафсира, у него четырехтомный Тафсир, называется Тафсиры Кур'ана Азим. Есть Тафсиры Кур'ана у Куртуби, у Табари, такие великие ученые, и каждый Муфассир заложил там некую нотку в том, в чем он является специалистом. Например, перед тем, как мы берем аят Кур'ана, нужно понять, что мы хотим получить от этого аята. Если мы хотим получить от этого аята, так скажем, некие такие знания, как фикха, знания фикха, то есть где халяль, харам, как юриспруденция, дозволено ли это в шариате или нет, то лучше брать Тафсир имама Куртуби. Почему? Потому что он был помимо того, что он был муфассиром, он был еще факрием, то есть тем ученым, который понимал, хорошо разбирался в области фикха. Если мы хотим получить некую историю, связанную с пророком Мухаммадом, с Салаху Алейхи, с Сахабами, то тогда лучше нам читать Тафсир ибн Касира, потому что у него помимо Тафсира, в Кур'ана Азиме есть еще другая книга, которая по сирии о жизнеописании нашего любимого посланника Аллаха. Если мы хотим какие-то нравственные качества получить, то берем тавсир ас-Саади, потому что он много с людьми общался. Если мы хотим красноречия арабского языка, то берем тавсир ашн-Титы, тавсир Адва-Аль-Баян. И вот здесь вот тавсир ибн Катир, это самый такой яркий муфассир Кур'ана, когда сделал тавсир аята. И многие из вас знают эту дуа. Знаете, это дуа? Это самое такое ключевое дуа мусульманина. И всегда мы говорим, когда особенно был месяц Рамадан, что попросить у Аллаха, то есть уже все скоро, например, ночь предопределения осталась, там 20 минут, 15 минут, все, уже сейчас утренняя молитва наступит и уже закончится. Ночь предопределения, человек думает, не знает, что еще осталось попросить. Ученые говорят, если ты уже не знаешь, что попросить, то заверши свою молитву этим дуа. О, Аллах, Субхану Аллах, дай нам из этой жизни все благое, из вечной жизни все плохое, и отдали нас от наказания ада. Субхану Аллах. Эта дуа все в себя включает, братья и сестры. То есть, например, ты что-то думаешь, это благо для тебя, но это может быть хуже для тебя. Как Аллах в Коране сказал в сурате Аль-Баqara, Что-то вы очень сильно желаете, хотите и просите, но это хуже для вас может оказаться. Или наоборот, вы что-то сильно не любите, но это может быть лучше для вас. А Всевышний Аллах, Субхану Аллах, знает, а вы не знаете. То есть, человек бывает, например, сватается, хочет жениться на той-той девочке, И что-то в последний момент не получается, свадьба сорвалась. И он там плачет, переживает и так далее, не знает, что делать. Или украсть хочет невесту, что там нужно. Субхану Аллах. Поэтому что в этот момент? Субхану Аллах. В этот момент потом он понимает, когда проходит время, он на другое женится, у него там семья, дети и так далее. Аль-Хамду Аллах. Благодарить за это Всевышний Аллах, Субхану Аллах. А потом понимает, аль-Хамду Аллах, это было благо для меня. Аллах жилал для меня благо. Поэтому что-то человек, например, или хотел куда-то поехать, что-то, там, какую-то поездку, и не получилось, у него сорвалась поездка, и потом понимает через какое-то время, что, аль-Хамду Аллах, то, что это не случилось, это благо для него, оказывается, было. Поэтому Всевышний Аллах говорит, что-то вы хотите, это хуже для вас. Что-то вы, наоборот, не любите, может быть, это лучше для вас. Только Всевышний Аллах знает, а вы нет. Поэтому вот эта дуа, где Всевышний сказал, где верующий говорит, о, наш Господь, дай нам из этой жизни все благое, и вечности все благое, и отдали нас от наказания ада, как будто мы полагаемся на Всевышнего Аллаха. И говорим, о, Всевышний Аллах, ты знаешь, что для меня благо, дай мне это. И ты знаешь, что для меня плохое, отдали это от меня. И дай, знай, что благо для меня вечности, дай мне это, Всевышний, и сделай, отдали от меня от наказания ада. Знаете, какой был пророк Аюб? Аюб, алейсалям, он заболел, очень сильно болел. И у него было богатство, имущество, у него была прекрасная семья. И он болел, его тело гнило. Даже когда проходили его сподвижники, мимо отдалялись от того, что неприятный запах от него исходил. И он в этом положении лежал. Умерла его семья, отдалились от него некоторые люди. И какой дуа Аюба, который в Коране Всевышний Аллах приводит, говорит, О, Всевышний Аллах, меня настигла вот эта болезнь, вот это испытание, ты видишь же, но ты милостивый милосердный. Ты самый милостивый. То есть он мне сказал, О, Аллах, меня настигла болезнь, дай мне исцеление. Хотя по смыслу так. О, ты когда просишь у Аллаха шифа, говоришь, О, Всевышний Аллах, у меня это болит, дай мне исцеление. Он не попросил исцеления. А что он сказал? Поистине ты самый милостивый. Здесь полностью положился на Всевышнего Аллаха. И сказал, то есть даже если это болезнь, ты меня послал, значит это благо, милость для меня от тебя, Всевышний. Ты меня не оставишь без своей милости. И когда он положился полностью на Аллаху, Аллах дал ему еще больше имущества, едва не больше семью, дал ему исцеление. Почему? Потому что он правильно мог положиться на Всевышнего Аллаха. И вот в этом дуа, когда человек читает и говорит, Что имеется в виду в аяте, где человек верующий просит, дай мне из этой жизни все благое. Сюда входит, говорит Ибн Катир, все благое, это просторный двор, хороший большой дом, обширный ризк, обширный удел, полезные знания, благие деяния, хороший верховое животное, имеется в виду конь или автомобиль, если на сегодня уже переводить, то есть хорошая, прекрасная, красивая одежда. То есть все, что человек просит у Всевышнего Аллаха, дай мне из этой жизни все благое, это означает, что, уважаемые братья и сестры, то, что ислам нас не побуждает отдалиться от мирского и оставить мирского блага этой жизни. То есть имеется в виду в этом дуа, Аллах, дай мне из этой жизни все, что дай мне хорошую работу, дай мне, альхамдуллях, хороший большой просторный дом, там красивую одежду, все-все-все-все, риск, удел большой, великий, дай мне полезные знания. А что касательно, и дай мне в вечности все благое, самое высшее, что им подразумевается под этим, в вечности все благое, зайти в рай, спастись от наказания и зайти в рай. И так же, чтобы Аллах, субхану ва Та'ля, отдалил от нас страх в судный день, от того такого сурового, страшного дня, и чтобы Аллах, субхану ва Та'ля, сделал так, чтобы мы смогли бы легко за свою жизнь ответить перед Аллахом в вечности. То есть легкий хисап, чтобы у нас был спрос легкий. Когда пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалям, попросил дуа, сказал, О, Всевышний, Аллах, спроси меня в судный день легким спросом. И заплакал. И тогда сахабы спросили, о, посланник Аллаха, почему ты плачешь? Ты же попросил Аллаха, субхану ва Та'ля, чтобы Аллах спросил тебя легким спросом. Тогда он сказал, знаете, что такое, говорит, легкий спрос? Аллаху арасулюху а'лям. Аллах, его посланник, лучше знает, что же такое легкий спрос. Это когда Аллах посмотрит на твои дела в судный день, но не задаст тебе ни одного вопроса по отношению твоих дел. И заплакал посланник Аллаха. Тогда же сахабы сказали, это же хорошо, если Аллах просто посмотрит твою жизнь, твои дела, и Аллах и так все видит, перед тобой покажет, и не спросит тебя. Он говорит, а как мне будет стыдно за свои дела перед Аллахом, когда Аллах увидит их и покажет их. То есть, субхану Аллах, даже здесь, порок Мухаммад саллаху алейху ассалям, вот такая аль-вара, некая такая богобоязненность, посланник Аллаха саллаху алейху ассалям, он показал, даже если Аллах просто посмотрит, мне будет стыдно за свою жизнь, это сказал посланник Аллаха, что говорится уже остальных людей. Поэтому о нас. Ученые говорят то, что правильное понимание ислама, это то, чтобы достичь те цели, которые требуют от нас с вами шариат. Также то, что человек устраивается на работу, зарабатывает имущество и так далее, это тоже истребование нашей религии, шариата. То есть есть такое правило в шариате, если одна вещь не может быть без этой вещи полноценной, то эта вещь становится обязательной. Как это понять правило? Например, чтобы прочитать намаз, что нужно сделать? Взять тахарат, взять омовение, правильно? Само по себе, сам по себе намаз он фард. Если просто взять омовение, он является сунной, он является фардом. Но для того, чтобы прочитать намаз, обязательно для тебя омовение. В этот момент вот это твое омовение становится тоже обязательным, фардом, потому что без омовения намаз твой не будет действительным. То же самое, как и в том, чтобы требовать риск, чтобы работать, зарабатывать в этой жизни имущество. Для чего мы зарабатываем? Для того, чтобы жить, чтобы поклоняться потом Всевышнему Аллаху, чтобы помогать другим, давать садака и так далее. Вот в этот момент твоя учеба, которую ты здесь учишься, твое старание, потом хорошая работа и хорошая заработка для тебя становится ваджебом для того, чтобы достичь те цели, которые требует от тебя религия. Поэтому Аллах в Коране говорит «Фаиде фарагта фансаб ваиля раббика фаргаб» В аяте, где Всевышний Субханава Тааля сказал «Если ты завершил какое-то дело, то займись другим делом». То есть от нас религия требует, чтобы мы всегда были именно в движении, чтобы мы делали. То есть, например, человек, например, какое-то дело завершил и все, теперь можно отдохнуть и забывает, аль-хамдулля, как даже, например, возьмем вместе Рамадан. Многие люди читают Коран, вместе Рамадан, потом закрывают Коран, до следующего Рамадана и все, теперь я могу от Корана отдохнуть, астраха Аллах. Или, например, делают такие добрые во время Рамадана, такие все, аль-хамдулля, вместе Рамадан заканчивается, все, сейчас я оставлю вот это, свой гылк, свой охляк, свои нравственные качества до следующего Рамадана. То есть, или, например, что-то он делает, например, какую-то работу, какую-то цель добился, все потом опускает, а все, нет, Аллах Субханалу Таиле говорит нам, Всевышний Аллах, если ты закончил какое-то дело, не останавливайся, начни другое дело. Как сказал имам Ахмад, когда спросили, когда наступит покой, когда наступит отдых, он сказал, когда ты зайдешь одной ногой в рай, вот тогда наступит вечный отдых, сказал имам Ахмад бин Хаммад. Как говорят ученые, так же, когда человек отдаляется от Манхаджа, от той программы, от того пути, с которым пришли пророки, то в этот момент этот Дунья, то есть, если он отдалился от религии, тогда что становится? Это уже другая крайность. Тогда вот этот мирский обитель становится его ось, вокруг которой он вращается. То есть, например, человек, если он отдалился от Всевышнего Аллаха, если человек отдалился от пути пророка Мухаммада, салаллаху алейху алейху салам, оставил свою религию и как-то разделил религии, это что-то отдельно, это Дунья отдельно, или там религия, это не для меня, для меня, вот только это вот Дунья, тогда что? Он становится заложником этой жизни, становится заложником этой Дунья и живет только ради этой мирской обители. И Кур'ан, Всевышний Аллах нам не спасла, уважаемые братья и сестры, для того, чтобы изменить наши вот эти мысли, чтобы люди оставили одну крайность и другую крайность, чтобы люди не жили только ради этой жизни и забыли о Всевышнем, и также, чтобы люди не были некими такими монахами, которые там только занимаются поклонением и оставили этой Дунья, чтобы зарабатывать халяльный заработок. Поэтому во время Умара и Блинхаттаба один человек сидел в мечети, постоянно молился, поклонялся Всевышнему Аллаху, больше ничего не сделал. Его семья плакала, его дети хотели кушать, но он в мечети только сидел и поклонялся Всевышнему Аллаху. И тогда, когда Умар подошел к нему и сказал иди работай, поистине говорит, небо, дождь не дает ни золотом, ни серебром, то есть тебе не будет просто так, иди делай себе причину, чтобы накормить свою семью. Тогда Умар сказал, для меня достаточно Аллаха, его посланник, я буду сидеть в мечети и поклоняться Аллаху. И взял его за шкирку и заставил работать. То есть отсюда мы что понимаем, то что религия Ислам это не какое-то монашество. Религия Ислам не побуждает нас только поклонению. И если мы правильно понимаем Ислам, то что наша халяльная работа, наш заработок, наш труд, который мы делаем, это то же самое, как ибадо, поклонение, которым доволен Всевышний Аллаху. Работа наша, если мы зарабатываем для того, чтобы кормить семью, чтобы дать садака, чтобы у нас правильно халяльны, и при этом мы верующие, при этом мы молимся, поклоняемся Всевышнему Аллаху. то все эти действия это как ибада, как поклонение, когда ты ложишься спать, чтобы взять силы, набрать силы, чтобы потом молиться, это поклонение, твой сон будет поклонение, твоя еда поклонение, и все вокруг человека баракатно, благодатно становится. Поэтому Всевышний сказал Всевышний сказал поистине мы будем помогать нашим посланникам, и мы будем помогать верующим людям, те, которые уверовали в этой дуния, в этой жизни, и поможем им, когда они будут свидетелем Судный день. То есть Аллах сказал верующему человеку, который правильно понимает религию и поклоняется Всевышнему Аллаху Аллаху Аллах поможет и в этой жизни и в вечной жизни. То есть Аллах показал, чтобы мы должны и в этой жизни стараться, и для вечности стараться. Как сказал пророк Мухаммад когда спросили, как вот этот дисбаланс, не нарушить между вечным и земным. Ведь Аллах сказал старайся ради того, что тебе Всевышний Аллах уготовил в вечности. То есть старайся ради Ахирата, чтобы попасть в рай, отдалиться от наказания ада, чтобы быть под тенью трона Всевышнего Аллаха в Судный день. Старайся ради Ахирата, но также не забывай свои уделы этой жизни. Как понять этот ая? Пророк Мухаммад сказал Старайся ради этой дуния с намерением, с такими мыслями, что ты сюда пришел навечно и старайся ради Ахирата, ради вечности, с такими мыслями, что ты покидаешь эту жизнь завтра. То есть некий такой, нужно держать дисбаланс. И этот аят указывает нам то, что Аллах верующим будет помогать и в этой жизни и верующим Аллах также поможет и в вечности. Также Аллах сказал Всевышний Аллах в Суре в 105-м аяте сказал поистине мы не спослали в книге Забур Псалтирь, которая была не спослана пророку Давуду и также в Куране то, что унаследует мою землю из моих рабов праведной. То есть Аллах этим аятом что нам показывает? Как мы понимаем этот аят? То есть если человек праведный если человек верующий если человек молящийся если человек боится Всевышнего Аллаха значит Аллах именно его сделает из числа тех которые будут унаследовать эту жизнь и эту землю То есть Аллах все блага ему в этой жизни тоже даст Поэтому здесь должно быть именно ащарт условия чтобы человек был верующим Также Аллах описывает верующих и говорит Всевышний Аллах верующим дает красоту и этой жизни и красоту вечности То есть Аллах в этой жизни даст ризг барака благодать и также в вечности Аллах даст иншаллах вечную райскую обитель Также в Коране обращается к тем людям которые запрещают красоту этой жизни Например есть такое понимание человек купил хороший себе автомобиль и другой говорит побоись Аллаха брат зачем тебе такая дорогая машина это харам это исраф и так далее где поймать исраф или нет или например человек одевает красивую одежду брендовую одежду и человек другой говорит это же нельзя это не подобается мусульман или почему ты например туда поехал отдыхать и так далее брат нельзя это же исраф отвечая на эти вопросы нам с вами брат Фе и сестры говорят Top Кто может скажи Мухаммад кто может запретить то красоту которую Аллах дал для своих рабов и все прекрасно из того рейка то есть Всевышний Аллах говорит Я им дал это благо и кто может запретить его помимо меня говорит Всевышний И в этом аяте Всевышний сказал зина, то есть красота, это не просто первая потребность, а красота этой жизни, это какой-то барракад свыше того, что необходимо человеку, это на это указывается. Значит, это что нам подталкивает этот аят к тому, что человек, чтобы достичь этой красоты, он должен стараться в этой жизни, правильно жить, правильно зарабатывать халяльным путем, и применять это, иншаллах, также он может использовать эту красоту, которую Аллах ему даровал. И никто не может запретить человеку, верующему мусульману, но использовать ту красоту, которую Аллах даровал своим верующим рабам. Именно то, о чем Всевышний говорит в Куране, то есть частные аяты в Куране, когда читаем, Такие аяты, это жизнь, это игра, забава, временно. Вот как понять этот аят, субханаму а та аля, правильно, муфессиры, ученые говорят, именно касательно этот аят к неверующим, относятся к неверующим. Почему? Потому что неверующий, когда берет из тех благ, которые Аллах даровал ему, он не благодарит Аллаху, субханаму а та аля. И по отношению к нему Всевышний Аллах говорит, описывая их, они кушают подобно тому, как кушают животные, наслаждаются, и в вечности ждет их наказание ада. А именно, когда человеку Аллах дал какое-то благо, но он благодарит Аллаху, субханаму а та аля, то он берет награду за это, за то, что он благодарит Всевышнего Аллаха, субханаму а та аля, и для него это халяль, то, что Аллах ему даровал, и в вечности, аль-хамдул-Ллах, он тоже будет награжден великой наградой рая. Также, То есть, мы откуда берем свою религию, откуда берем примеры. То есть, например, у человека там разум по разуму каждый думает. Например, для кого-то это нормально, для кого-то, например, вот на сегодняшний день, вот часто, вот особенно в интернете, там, переписка какие-то, там, люди что-то пишут от имени Ислама, от имени Аллаха и его посланника, но тем самым не понимая или не проверяя информацию на достоверность. И, например, человеку, когда задаешь вопрос, вот часто даже, например, говорю, вот так в Исламе нельзя. Я говорю, хорошо, откуда ты, как ты это решил? Ну, я так думаю, или мне кто-то так сказал, или я там видел, или где-то я слышал. То есть, откуда мы нашу берем религию из Кур'ана и из Сунны посланника Аллаха, саллаху ай-саляму. Это два манхаджа, то есть, два пути, откуда мы берем свою религию. И когда читаем сиру посланников, мы понимаем то, что Аллах, субханаму а-та'аля, каждого пророка послал именно с таким манхаджей, с такой программой, где мы, который побуждал ради вечности, ради ахирата и ради этой дунья. То есть, чтобы человек старался ради этой дунья и также, чтобы старался ради вечности. Пророка Ахуда. Давайте посмотрим на его историю. Возкру, иди джа'лякум хулафами ба'ади ковми Нуха, ваза'лядакум фил халки баста. Когда обратился Всевышний Аллах к пророку Ахуду и сказал, О, Ахуд, вспомнить ты и твой народ, то, что Всевышний Аллах, субханаму а-та'аля, сделал вас преемниками после пророка Нуха и дал вам изобилие в этой жизни, красоту этой жизни. То есть, этот аят указывает то, что Аллах, субханаму а-та'аля, разрешил пророку Ахуду и его народу, алхамдуллах, пользоваться изобилиями этой жизни. Ва кавлюху та'аля, аля лисани салих, пророк Салих, алейсалям, Всевышний Аллах сказал, Ва иля сэмуды ахахум салиха, каля, я ковми абуду Аллаха, ма лакум мин илайхин гайру, ху аншакум минал арди, вастя'маракум фиха. Салиха к какому народу Всевышний Аллах послал, кто знает? Самуд, к народу Самуду. Всевышний Аллах, субханаму а-та'аля, сказал, к народу Самуду я послал пророка Салиха. И пророк Салиха обратился к своему народу и сказал, Я ковм, о мой народ, у'буду Аллах, поклоняйтесь одному Всевышнему Аллаху, ма лакум мин илайхин гайру, для вас нету иного Господа, помимо Всевышнего Аллаха, субханаму а-та'аля. То есть вот здесь, в этой части, где он сказал, поклоняйтесь одному Всевышнему Аллаху, для вас нету иного Господа, достойного поклонения, помимо Всевышнего Аллаха, субханаму а-та'аля, это захватывает вечность, ахират. Вторая часть его, Всевышний Аллах сотворил вас из земли и дал вам возможность жить на этой земле, дал вам возможность жить, то есть имеется в виду, аймара, то есть зарабатывать, строить, то есть пользоваться вот этими изобилиями, которые Всевышний Аллах, субханаму а-та'аля, вам не спасал. То есть этот аят указывает, что Аллах, субханаму а-та'аля, требует от нас с вами стараться ради вечности, и также в этой дуне, альхамдулля, быть прогрессивными и, альхамдулля, стараться к высшим целям, достигать высших целей. Часто мы слышим хадис посланника Аллаха, где Всевышний сказал, это дунья, это мирская обитель, тюрьма для верующего, слышали это хадис, да? Тюрьма для верующего и рай для неверующего. Вот как вот этот хадис понимаем? Давайте маленько пообщаемся, чтобы у нас такая была лекция, чуть живая, иншаллах. На фоне того, что верующий, что ему готово в рай, все мирские блага, они же не сопоставимы меньше, чем то, что будет рай, а то, что готово в воду для кафира, это бесконечно хуже, чем то, что он ее ищет. Начало, да. Машал джазак Аллаха. То есть, когда пророк Мухаммад, саллаху алейхмусалям, сказал, то есть, это дунья, это как будто тюрьма для мусульмана, для верующего. И это дунья, мирская обитель, это рай для неверующего. Имеется в виду, да, как сказал брат Али, то, что как бы там самый-самый богатый правитель, возьмем, например, короля Сауди или там султан Брунея и так далее, как бы он там во всем благе этом не жил, он верующий, вечности, иншаллах, зайдет в рай, вся вот эта дунья и все вот это благо, которое есть, если сравнить с вечностю, с джанна, с раем, о котором пророк Мухаммад, саллаху алейхмусалям, сказал, то, что глаз не видел, и ухо не слышало, и человек такую красоту не может даже представить в раю. Невозможно это сравнить со всей красотой, со всей изобилией этой дунья. То есть, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхмусалям, маленький отрезок рая, самую нижнюю степень рая, лучше, чем вся эта мирская обитель и все богатство, которое в этой мирской обители есть. Даже если человек в этой жизни жил в достатке, богатый, и он из обитателя рая, по отношению рая будет вся эта дунья оказаться как тюрьма. А для кафира, наоборот, для неверующего. Почему? Потому что он будет в вечности наказываться в аду, в вечном аду. Если человек не верил в Всевышний Аллаху, если человек был неверующим, то есть вот тут он, даже если он самый-самый такой бедный, который был на этой земле, но он был неверующим, это будет для него считаться раем, по отношению того наказания, которое его ждет в судный день. Просим Аллаха, чтобы сделал нас обезобидать рая и отдалил нас от наказания ада. Поэтому, когда вот некоторые братья у нас просто тоже трактуют этот хадис, и говорят, что понимание не так понимает его, как понимали сахабы. Не так, как понимали. Вся проблема на сегодняшний день, вот в исламе, когда человек не старается понять сунну пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва салям, так, как понимали сподвижники, или так, как понимали таби'ини. У него свое какое-то понимание. И из-за этого много выходит в этой жизни сейчас некоторые такие джамааты, такфиры, которые друг другу такфир делают, говорят, этот верующий, этот неверующий и так далее. Почему? Потому что неправильное понимание, не то понимание, к которому приходил пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва салям, сахабы. Поэтому вот мы, для чего вот эту вот даже лекцию мы сейчас с вами берем, чтобы понять правильный ислам, вот где вот этот баланс, то есть где вот этот некий такой баланс, вот золотая середина, чтобы в одну крайность нам не впасть, чтобы в другую крайность нам не впасть. Также пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва салям, сказал, Это вся эта дуния, эта мирская обисть, она проклята. И все, что в ней проклято, помимо поминания Всевышнего Аллаха, субхану алейхи ва салям. То есть теперь человек подойдет и скажет, например, вот только намаз, там поклонение и так далее, а все остальное, работа и так далее, это все проклято. Брат, оставь, это дуния, это не надо, это все оно проклято. То есть вот, и он почему, что говорит, я ссылаюсь на хадис пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва салям, где посланник Аллаха сказал, все это проклято. Как понять этот хадис? То есть этот хадис тоже по отношению к тому человеку, который пользуется благами этой жизни, но не благодарит Аллаха, субхану алейхи ва салям. Для него это все проклято, для него это все харамно, потому что он не благодарит за это Всевышнего Аллаха, субхану алейхи ва салям. Ведь другой хадис, наоборот, нас подбодряет и говорит, где посланник Аллаха, саллаху алейхи ва салям, сказал, кто посадит какое-то семя, потом оно растет, вырастет, и этим будут пользоваться люди, кушать из него. То есть посадил человеку яблоню, там выросли яблоки, и люди берут и кушают из этой яблони, это ему будет садака досудного дня, пока будут люди ей пользоваться, субхану алейхи ва салям. Ему будут награды идти в его могиле. Поэтому что нас подбодряет, это хадис, наоборот, делайте, старайте, строите. То есть исламу пришлось тем, чтобы не разрушать что-то, а чтобы построить. Даже такое в шариате, в усули фикх, есть правило, перед тем, чтобы что-то построить, перед тем, чтобы что-то разрушить, нужно что-то построить. То есть, например, если, например, сейчас, скажем, у человека, он живет там в хрущевке, в однокомнатной квартире, и ты его разрушил, ты его станешь самым ярым врагом. Но ты ему построил хороший на Рублевке дом, построил ему, потом разрушил, скажи, брат, я тебе это разрушил, вот бери бисмилля подарок тебе. Машаллах, чизак, ла хаир. Почему? Потому что ты перед тем, как разрушил, построил. И также в исламе это правило, очень важное правило, братья и сестры, в усули фикхе, в нашей религии, если ты хочешь к чему-то призвать, ты построй. Поэтому пророк Мухаммад, с чего начинал свою джаву? С тавхида, с единобожия. Когда он отправил Муаз бин Джабеля в Шам. В тот момент там были неверующие люди жили. И тогда пророк Мухаммад, перед тем, как его отправил, то есть подошел к нему и дал ему наставление, взял руку, положил между двумя своими руками. Вот так здоровался пророк Мухаммад, вот так он здоровался. Вот так одной рукой другой взял и вот так вот гладил Муаз бин Джабеля. То есть такая любовь была среди сахабов. Я отправлял его и сказал, ин валлахи ухиббука яму'ад, валлахи ин я ухиббука яму'ад, валлахи ин я ухиббука яму'ад. Три раза повторял, говорил, клянусь Аллахом, я люблю тебя, ума'ад. Клянусь Аллахом, я люблю тебя, ума'ад. То есть представляете, как начинал свой призыв посланник Аллаха, то есть перед тем, как сказать ему какую-то важную вещь и отправить его с такой миссией, что он сделал так, чтобы он всем сердцем слушал посланника Аллаха, то есть любил пророк Мухаммад и как же ему было радостно на его сердце, ведь сам посланник Аллаха трижды сказал, что его любит, и потом говорит, я Mu'ath, после этого сказал, о Mu'ath и начал делать наставление. Это в тот момент, братья и сестры Когда уже Аллах приказал читать намаз Пять раз в день Когда Аллах приказал выплачивать закат Но он не сказал Призывай их к намазу И не сказал призывай их к закату А что он сказал? Удьуهم иля, ла, иляха иля Аллах Призывай их к ла, иляха иля Аллах То есть построи в начале Построи ему вот этот некий фундамент Фа-ида шахиду Если они засвидетельствуют Фа-алимхум, анна Аллаха аммархум Хамсу салаватин филиям Объясним, обучи их То, что Аллах приказал им пять раз в день молиться Фа-ида саллю Фа-алимхум, анна Аллаха аммархум без заката Юхадмин агнияйхим, а юрадду иля фукарайхим Вот когда начнут они молиться пять раз в день Объясним то, что также Аллах приказал им Выплачивать закат, который берется От богатых и Порок салалаллаху алейхи салам не сказал, дается Возвращается бедным Как будто, то есть мы понимаем с вами, мусульмане То, что закат, которым мы обязаны Выплачивать два с половиной процента годовой То есть это два с половиной процента, это не мои деньги Это не мне принадлежат Поэтому, если мы не даем закат, не выплачиваем Мы кушаем хак чужих людей То есть юрадду, посланник Аллаха салаллаху алейхи салам Возвращается Возвращается тем, кому он предписан Кому он положен И вот в этом Таком уроке нам Пророк Мухаммад салаллаху алейхи салам Объяснил и показал, что перед тем, как что-то Разрушить, нужно что-то построить Если фундамент будет крепкий, то и дом будет крепкий Если фундамент наш ла и ла и ла и ла будет крепким То остальная наша религия будет крепкой Би-изнеллахи субханаху Ва-та-алла То есть, если посмотреть на жизнь Посланника Аллаха салаллаху алейхи салам Не только был призыв И да-ва был, и призыв был Та-лим, обучение, л-газават Битвы были, на которых сражался посланник Аллаха салаллаху алейхи салам Строил государство, посланник Аллаха салаллаху алейхи салам То есть, он был уже амиром, был правителем Но при всем этом То есть, смотрите, сколько у них было дел И у сахабы вместе с пророком Мухаммадом салаллаху алейхи салам Они призывали Они строили государство Они сражались на битвах Также нужно было и семье уделить время При всем этом Большинство сподвижников были туджар Были бизнесменами, торговцами И посланник Аллаха салаллаху алейхи салам не запрещал И из них многие были Те, кто занимались земледелием Поэтому Несмотря на все это, они те, кто распространили ислам Как сказал пророк Мухаммад салаллаху алейхи салам Самый лучший из веков Это мой век Век сахабов А потом те, кто пришли после них А потом те, кто пришли после них Но несмотря на все это, они самые лучшие были После пророков Самые лучшие люди Это сподвижники Посланник Аллаха салаллаху алейхи салам Нет разногласия, что самый лучший человек После пророка Мухаммада Салаллаху алейхи салам Это Абу Бакр Потом Умар Потом Утман Потом Али Потом Ашир аль-Мубаширин Те, кому Аллах обещал рай Нет в этом разногласия Но несмотря на это, они занимались торговлей Бизнесом и так далее И они те, кто берегли Донесли до нас с вами Нашу религию Поэтому мы должны брать от них Должны брать нашу религию от сподвижников Смотря на их жизнь Как они Где у них был вот этот вот Некий баланс между мирским и вечным То есть Пример для нас Наши сахабы Сподвижники В понимании правильного ислама Их дела Сподвижников Их слова Указывают нам На то Как мы должны с вами тоже смотреть Через какую призму Должны смотреть на ислам То есть Опять же Это для того Чтобы не заблудиться Чтобы не упасть в одну крайность Чтобы не упасть в другую крайность Если посмотреть на жизнь сахабов Мы Видим и смотрим То, что их жизнь была На обычной жизни Как обычный человек Он жил Кушал из еды Аллаха Пил из еды Из пяти Всевышнего Аллаха Из воды Всевышнего Аллаха Субханава Таалан Также он Наряду с этим Не забывал и вечность И не забывал и Эту жизнь Также они Брали Прибыль То есть Занимались торговлей Покупали Продавали Пророк Мухаммед Он занимался торговлей Продавал иудеям То есть Занимался там Материалами Которые они Вместе Покупал у них Продавал Поэтому это Указывает на то Что ислам Побуждает нас Быть успешными Но при этом Мы понимаем Что мы Основные принципы Которые С чем пришел Ислам Это пять столпов Ислама Мы должны выполнять Такой великий ученый Зашла ли твоему брату Дунья в сердце Или нет То есть Если например Такие братья есть Которые Машаллах Столько благих дел Делают Никто не знает Даже Там считанный Пальцем Считать Братья только близкие Знают А его благих Деяний Которые он помогает В странах В Африке Там мечети строят Колодцы И так далее Люди Смотря на него Как он там Может быть Одевается И на какой машине Ездит Думают Что вот он Все себе 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 Сбирает Хотя мы знаем Про этих братьев Такие они Великие дела Делают Сколько они Помогают На пути Всевышнего Аллаха Поэтому Чтобы По внешнему Облику Смотря на своего Брата Скажет Что зашла ему Дунья В сердце Это является Большим грехом Всевышнего Аллаха Поэтому говорят Ученые Дунья Не может Тебе зайти В сердце Если она У тебя В руках Если ты На пути Всевышнего Аллаха И имам Ахмад Бин Ханбаль Наоборот Говорил Я клянусь Аллахом Не люблю Тот дирхам Тот дирхам Который у меня Заходит через Подарки Через братьев Но я люблю Тот дирхам Который я Честно заработал То есть Опять же Например Такие бывают Люди Которые говорят Брат Там Оставь дунья Не нужно Работать Не нужно Поступать Можно в университет Получать Такие-то знания Потом Хорошую должность И так далее Оставь это Вот эти Большинство 90% Вот этих людей Они сами Живут За счет Своих братьев Этих И ездят И сафар Выезжают И так далее И этим же Сами же Потом братья Говорят Брат Тебе дунья Зашла В сердце А когда он Ему какой-то Подарок Зелает Время Брат Оставь За его счет Он живет Поэтому Как часто бывает Имам Ахмад Говорил Ученым Какие-то Подарки Давали И так далее Клянусь Аллахом Я не люблю Те подарки Которые Для моего сердца Нелюбимы Те подарки Которые Приносят Мне мои братья Я люблю Именно тот Дирхам Который Я честно Заработал Перед Всевышним Аллахом Субхану А.Т. Даже В Куране Всевышний Аллах Субхану А.Т. Говорит Касательно Дауда Пророк Давид Был Царем Дауда Также Он Был Пророком Посланником Аллаха Но Также Он Еще Был Кузнецом И Он Говорил Клянусь Аллахом Я люблю Кушать Из Того Заработка Который Я зарабатывал Своими руками То То Что Я зарабатывал Именно Когда Я был Кузнецом Поэтому Аллах Субхану А.Т. Говорит Я сам Его обучил Делать Кольчуги Для вас То Он Делал Кольчуги Для своего Войска Давуда А.Т. Всевышний Аллах Субхану А.Т. Говорит Я его Специально Обучил Чтобы Нам Подталкивать Этот Аят На То Что Человек Он Должен Что-то Изобретать И так Далее Также Говорится Про Закария А.Т. Что Помимо Того Что Он Был Пророком Он Еще Плотником А.Т. То Понимание Неправильно В Исламе То Что Человек Он Как бы Не должен Работать То Что Человек Он Должен Оставить Это Дуния Не Стремиться К Большим Целям Это Не Из Ислама Пришло Это Не В Исламе Пришло Это Пришло От Философов Греческих Философов Которые Говорили То У них Некое Такое Уединение Есть Там Со Всевышним У них Некая Такая Своя Философия Как Своя Медитация Какой То Такой Вот Именно Оттуда Это Пришло И Люди Взяли И Предписали Это К Исламу Но Однако Самое Важное Из Этого Братья Не Должна Дунья Например Сколько Человек Не Зарабатывал Каких Бо Целей Не Достигал Самое Важное Правило Чтобы Дунья Любовь К этой Мирской Обители Не Зашла В сердце Чтобы В сердце Любовь Была Ко Всевышнему Аллаху Субхану Акбар И Все Что Когда Мы Молимся Аллаху Акбар Аллах Великий Если Мы В этот Момент Думаем О ком Помимо Всевышнего Аллаху Субхану Значит Мы Лжем Аллаху То То Мы Некое Такое Лицемерие То Представляем Аллаху Акбар И Сразу Начинаешь Думать О другом Но Не Об Аллах Ты Только Сказал Аллах Самый Великий Ты Думаешь О том Кто Одна Мин Аллах О том Кто Ниже Аллаха Кто Не Такой Великий Как Всевышний Аллах Субхану Как Вот Именно Сделать Так Чтобы При Чем В этом Великих Должности У вас Будут Большими Бизнесменами И так Далее Вам Даст Аллах Большие Уделы Но Как Устоять От того Чтобы Не Зашло Это Дунья То Мы Поняли Из того Что Мы Услышали Из Хазисов И Аятов Аллаха Это Нас Требует Аллах Чтобы Мы Старались Достичь Великих Цель Но Как Сделать Так Чтобы Не Переросло Это Так Что В сердце Первая Причина Когда Человек Оставляет Приказ Аллаха Ставит На Второй План И Именно Дунья Ставит На Первый План Вот Это Уже Первый Признак Самый Большой Признак Что Дунья Зашла В Моем Сердце Например Приведем Пример Аллах В Коране Говорит О верующие Если Вы Слышите Призыв На Пятничную Молитву Это касательно Верующих Мусульман Мужчин То Оставьте Торговлю Идите Поминать Аллаха Когда Потом Всевышний Говорит Когда Закончится Молитва Возвращайтесь И торгуйте Сколько Вы хотите И знайте Что Тиджара Торговля Это Благо Но Однако Человек Если Например Нет У меня Совещание У меня Дела У меня Сделка Я Сегодня На Джумане Пойду Вот Это Признак Что Дунья Человек Постал Выше Чем Ахират Если Например Время Намаза Выходит Но Человек Еще Занимается Ашгаль Гадий Дунья То есть Какими Делами Это Дунья Это Признак То Что Человек Зашла Дунья Уже В Это Сердце Если Человек Тяжело Расстаться Своим Муществом Дать Закат И Он Как Часто Даже Бывает Он Звонит Брат А Слушай И Какие Такие Левые Схемы Придумают Чтобы Отдались Закат Слушай Дается Можно Рыбу Спешу Закат Нет Это Нельзя Как Ты Хочешь Уйти Закат Уйти Только Прибавится Сколько Бо Ты Не Отдавал Люди Которые Закат Дают Правильно У них С каждым Годом Еще Больше Увеличивается 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 Поэтому Ученые Говорят Для чего Закат Аллах Приказал Закат Аллах Приказал Чтобы Очистить Все Твое Имущество От Харама И Преувеличится А Садака Добровольная Милостыля Тут Фиугаза Брат Оно Делает Так Что Утушает Гнев Аллаха То есть Например Человек Совершил Какой-то Грех И все Мы Грешные Просим Аллаха Тауба Совершил Какой-то Грех И хочет Получить Довольство Аллаха Попросить Аллаха Прощения Вот В этот Момент Ученые Говорят Проси Чтобы не возвращаться На этот Грех И если Есть возможность Дай Садака Нуждающимся Поистине Садака Пророк Мухаммад Она Делает Так Что Утушает То есть Аннулирует Гнев Всевышнего Аллаха Однако Когда Пророк Мухаммад Сказал Сахабам Когда Говорил Про Эту Дунья То что Она не должно Заходить в сердца И тогда Сподвижники Сказали Я Расул Аллах Мы хотим То есть Ты нам Говоришь Про эту Дунья Но как Сделать Так Чтобы Дунья Не зашла В сердце Мы хотим Одевать Красивую Хорошую Одежду Будет ли Это Считаться Из того Что мы Полюбили Дунья Тогда Пророк Мухаммад Салаллах Сказал Поистине Аллах Красивый И любит Все Прекрасно И потом Сказал Пророк Мухаммад Салаллах Но однако Что касательно Аята Где Всевышний Аллах Субхан Сказал Вы Оставили Все Хорошее В этой Дунья То есть Вы Оставили Забыли Ахират И только Вечность И только Наслаждались Этой Дунья Это касательно Неверующих Которые Наслаждаются Только Этой Дунья И За Это Не Благодарят Аллах Субхан Это Касательно Их Они Насладились Вполне Этой Мирской Обители И Человек Даже Потратят Половину Своего Имущества На Благой Запах Это Не Будет Считаться Исрафом Не Будет Считаться Исрафом Пускай Посланник Аллах То есть Посланник Аллах Любил Благой Запах Благовоний Любил Посланник Аллах Или Например Человек Бывает Например У него Есть Возможности Альхамдуля Приятно Выглядеть И так Далее Мусульманина И он Пример Для Других Но Нет Это Дунья Брат Это Неправильное Понимание Религии Однако Если Человеку Зашло Это В сердце И он Сделал Так Что Полюбил Эту Дунья Зашла В сердце И забыл О Всевышнем Аллах Здесь Аллах Забывает Этого Своего Раба Также Как Сделать Так Чтобы У нас Наше Сердце Было Заполнено Всевышным Аллахом Чтобы У нас Любовь К Аллаху Была Превыше Всего Мы Должны Просить Дуа Просить Всевышнего Аллаха Стойкости На его Религии Также Человек Приверяется Верующий Если Нужно Будет На пути Всевышнего Аллаха Сделать Какой-то Такой Шаг Где Нуждается Твоя Религия Где Нуждается Умма Посланник Аллах Проявляется Тоже Его поступки Как Он Будет Поступать В этот Момент Поэтому Мы Должны Из того Что услышали Братья Сестры Альхамдулла Для чего Вообще Мы Вот эту Тему Затронули И подняли Потому что На сегодняшний день Когда Опять же Будучи Имамом И так далее Общаешься Со многими Мусульманами Бывает У каждого Из нас Ревность За нашу Религию И когда Человек Например В одну Крайность Уходит И говорит Этим Людям Потом Вот это Ислам Приходите Сюда Ты понимаешь Когда общаешься С большими Учеными И так далее Что это не Ислам Это его Понимание Ислама Но Ислам Не таков Далек от этого У тебя Взникает Некая ревность И ты хочешь Объяснить людям Что Где он Правильный Путь Путь Пророка Мухаммада Или когда Человек В другую Крайность Уходит И говорит Я живу Как хочу И так далее Я свободный Человек Забыл Аллаха Забыл Намаз Забыл Поклонение Всевышнего Говорит Я на уровне Языка По своему Вспоминаю Всевышний Аллах И так далее Это есть Ислам В этот момент Ты понимаешь Что это тоже Не есть Ислам У тебя тоже Возникает Некая такая Пробуждается Ревность В твоем сердце И ты хочешь Призвать людей К пути Посланника Аллаха Просим Аллах Чтобы мы Были Из тех людей Которые Правильно Понимают Ислам Которые Идет По Судне Пророку Мухаммад Пророк Разделились На 71 Течение Христиане Разделились На 72 Течение И моя Умма Разделится Тоже На 73 Течение Все они Будут В аду Кроме Одно Течение Те кто Шли По Корану Исунне Посланник Аллах И те люди Которые Спасутся От наказания Ада